Только попробуйте теперь сказать, это соленоиды или это фрикцион изношенные. И все это в куче, а как же тогда все это регулируется? Вот так! Это ваши 120 тысяч грязного масла. Я приветствую всех зрителей нашего канала, с вами снова Александр. Это канал для тех, кто интересуется устройством автоматических коробок передач, а также техническими моментами, связанными с работой автоматических коробок передач, хотите, чтобы ваша коробка жила долго и счастливо. Мы сервис по ремонту, находимся мы в Москве, работаем с Москвой, работаем с регионами, работаем с юрлицами, с сервисами, с анал, по безналу. Если про все это интересно, найдите контакты в подписи к этому видео. Если вы пользователь не в Москве, а если и в Москве, посмотрите заглавное видео на нашем YouTube-канале, подробнейшим образом, долго, но понятно, рассказал, как вообще устроена работа дистанционно. Чтобы вы про это не переживали, ссылочка на это видео в подписи к этому видео есть. Ну что, а теперь давайте перейдем к хиловину, к разным страстям на эту тему. Мы начали с того, что хотим поговорить про износ гидроблока. Если вы поняли всю эту конструкцию, то теперь начинаем считать, в каких местах износ может повлиять вот на эту штуку. Вот у нас есть идеальная пара. Идеальная пара из нового, очень точно изготовленного плунжера. Очень точно изготовленного плунжера. И второе, это очень точно изготовленный канал. Вот этот канал цилиндрический, который очень точно, очень точно изготовлен. Обратите внимание, нет никаких резиновых уплотнений, нет никаких резиновых колечек. Уплотнение определяется только качеством изготовления канала в алюминиевой плите. И вот этого алюминиевого анодированного клапана. Анодировка очень прочная. Гораздо прочнее, чем канал в гидроблоке. Естественно. Поэтому изнашивается в первую очередь что? При вот такой постоянной работе. На вашем грязном масле. Вы же масло-то же не меняете. Каждые 20-30 тысяч. Что происходит? И вот теперь начинаем смотреть. Пожалуй, это достойно красного маркера. Во-первых, начинается износ канала в гидроблоке. Поскольку наш плунжер работает с высокой достаточной частотой. Он не просто отъехал. Он отъехал-приехал. Он делает вот так постоянно. Вот так и вот так. И вот так вот безостановочно. Вот так вот постоянно. В зависимости от давления, которое создает насос, он сдвигается. Вы помните? Сначала первый этап открывается один канал. Потом второй этап еще больше сдвигается. Но износ канала приводит к тому, что даже когда плунжер закрыт, ну, предположим, все равно есть утечка. И вот это слово «утечка», «утечка давления» – это ключевое слово из нашего и теперь вашего лексикона. Наступает утечка давления в главном регуляторе. Ну, раз мы говорим про главный регулятор давления. К чему это приводит? К тому, что нарушается основная логика. Помните, давление подается, оно должно сдвинуть клапан и, преодолевая усилие пружины, часть сливается. А у нас, грубо говоря, клапан не сдвигается или сдвигается неправильно, потому что часть масла и так уходит в слив. Нарушается вот это давление, потому что изношен канал гидроблока. Это номер один. Износ каналов гидроблока, износ каналов в плите. Причина номер два. Ну, мы ищем разные точки. Вот этот очень прочно анодированный клапан от долгой работы, от перегрева по разным причинам. Вот эта анодировка от старости начинает облетать. Она твердая, прочная. Мало того, что она облетает, то вот эти кусочки облетающей анодировки начинают еще больше задирать внутри канала гидроблока. Начинается еще большая утечка, а это все должно быть очень точно пригнано, потому что вот здесь зазор измеряется микронами. Микронами, а мы туда масло, ваше 60 тысяч километров пробега без замены, 120 тысяч километров пробега без замены. И вот это все елозит постоянно. Твердое покрытие анодированного клапана елозит по обычному, ну обычному, авиационному, назовите как, алюминию, вашим, мать его, 100 тысяч километров грязным маслом. И оно постоянно вот так вот елозит. Внимание, вопрос, а что будет с каналом мягкого алюминия, в котором постоянно елозит клапан вашим 100 тысяч на километра пробежным маслом? И добавим сюда еще кусочки анодировки, которые еще и постепенно отлепляются, потому что от старости, от перегрева. Ответ вам понятен. Начинает износ, начинает изнашиваться канал, изнашиваться сам клапан, но в основном канал. И начинаются внутренние вот это. И начинает клапан врать. Никаких измерителей давления нет в системе. Производитель рассчитывает, что все будет так, как положено. Но у нас линейное давление нарушилось. В линию пошло другое давление. Фрикционные, те самые наши с вами фрикционные пакеты, сжимаются другим давлением. Вообще другим. Не тем, которое надо. Оно может быть больше, может быть меньше. Но оно не то, которое надо. И вот тогда мы приходим к тому, про что я уже рассказывал. Если интересно перевести дух или в конце, посмотрите, как изнашивается коробка передач, когда нарушается синхронность срабатывания фрикционных пакетов. И вот тогда то начинается благодаря этому. Вот здесь зарождается вся проблема. Ну, одна из ключевых точек. Поэтому я, помните, назвал причин номер один. Она не единственная, но важная. Где происходит основной износ? Понятное дело, что основной износ происходит не анодированной поверхности клапана, а непосредственно канала. Можно это хорошо видеть по натирам на кромках. Вот здесь хорошо видны натиры. Именно там, где работает клапан, поскольку он постоянно елозит. Вот таким образом он работает постоянно. И постепенно в местах, где контактирует сам клапан с корпусом гидроблока, будет происходить постепенно износ тела гидроблока. И начинаются перетечки, перетечки давления через вот эти уплотнения, которые создаются между клапаном и гидроблоком. Как видно, нет никаких уплотнительных колечек. Уплотняется только за счет качества изготовления клапана и непосредственно вот этих каналов в самом теле гидроблока. Но поскольку здесь происходит перетечка давления масла, которое не всегда чистое, а как правило не чистое, то именно здесь на теле гидроблока появляется постепенно износ и начинает перетекать масло не тогда, когда надо, а дополнительно, что по сути нарушает работу клапана и меняет давление, которое он будет регулировать. Фух, еще не все! Куда, куда, куда побежали менять масло? Сидите и слушайте. Вспоминаем про регулятор давления, про наш с вами соленоид. Вот этот шарик, он вот микроскопический, иголочка, приподнимает шарик, а шарик прыгает в седле в реальной коробке передач, на основании которой я сегодня вам рассказываю, 8HP. Вот это седло, этого клапана, оно пластиковое, пластиковое, ну пластиковое, не из там легкого пластика, а из жесткого пластика, но это пластик. Итак, для примера я взял соленоид от 8-ступенчатой коробки ZF и если вы помните, как выглядит в масштабе сам регулятор давления, то сейчас я попробую увеличить для того, чтобы было понятно размеры самого клапана. Это как раз то, что я рисовал на доске. Есть шарик, его видно, его подпирает иголка, эта иголка, вот такая иголка, вот я ее называю иголкой, вот такой шток. Обратите внимание, значит, есть у клапана защитная сетка, для того, чтобы это хорошо увидеть, надо чуть-чуть уменьшить масштаб. Защитная сетка, она вплавлена в пластиковый колпачок, одевается снаружи. Входом у клапана является верхняя часть, вот эта верхняя сетка. Через верхнюю, через верхнюю сеточку происходит подача, подача масла на клапан. В нужный момент клапан приподнимается иголкой, через вот этот небольшой канал между иголкой и пластиковым корпусом вот здесь проходит необходимое количество масла и выходит через боковую сеточку, через боковые отверстия в защитном колпачке. И вам теперь становится понятно, что вот при таких микроскопических размерах любое незначительное, даже незначительное изменение геометрии проходного сечения, седла клапана, неплотность между шариком и клапаном, любое небольшое незначительное заедание центрального штока, центральной иголки уже будет приводить к тому, что регулятор давления начнет просто врать. Он будет регулировать, но будет регулировать не совсем правильно. Наш клапан постоянно прыгает, ну, наш шарик постоянно прыгает, вы помните, он управляется частотой, изменяемой скважностью, постоянно у нас прыгает иголка, нажимает и отпускает шарик. Он постоянно прыгает в седле, и через какое-то время в седле будет вот такое седло. Через него с большой скоростью, вот через эту щелочку, проходит ваше 120 тысяч километров пробега, масло же не надо менять, масло. Что будет с пластиковым седлом, между седлом, узкой щелочкой, седлом и шариком? Вы уже знаете, что будет. А что это значит? Это значит, что вот это управляющее давление будет врать. Нарушается правильность этого давления, потому что клапан поднашивается. Изнашивается клапан, начинает врать, неправильно добавляется давление, из-за этого весь основной регулятор начинает тоже врать. Какое давление выдает соленоид, никто не знает. Производитель не может это проверить, нет никакого датчика давления. Производитель знает, что при правильной температуре масла, которое производитель запланировал, этот регулятор вот при таком вот законе колебания, иголки, будет выдавать строго определенное регулирующее давление. Вот это вот давление дополнительно, оно будет строго определенное, пропорционально вот этому закону. А у нас клапан врет, потому что изношен пластиковое седло. Но еще расскажу, что схему клапана я взял просто на примере современной коробки. В разных коробках регулирующие соленоиды. Они разные, конструктивно, просто для примера. И у нас получается некое неправильное, не совсем правильное управляющее давление. Добавляется к утечкам, которые в основном регуляторе. И это все летит у нас в виде линейного давления. И это только первый шаг в регулировке давления. Это основной, самый толстый, самый пузатый, первый главный клапан, который стоит сразу после насоса. Вот так это и устроено. Вот у нас, помните, ну помните, кто 8HP владелец, меняли когда-нибудь масло, смотрели снизу на гидроблок, видели отверстие, куда вставляется насос, вставляется масляный фильтр. Вот это отверстие, вот оттуда подается у нас давление, в первую очередь, проходит через главный регулятор давления. А у нас тут уже врет вот этот, врет вот этот, потому что изношен канал. И у нас уже линейное давление уже врет. Оно уже не такое, какое надо. А это только первый в череде регуляторов давления. Помните соленоидное давление, которое приходит сюда? Да, это еще один, здесь где-то стоит примерно такой же плонжерочек, только он, к этому плонжерочку добавляется соленоид, регулятор, помогающий регулировать давление соленоидного давления, но тот клапан тоже врет. Вы скажете, суки, они же все врут, гады. Конечно, и у нас еще и соленоидное давление неправильно, из-за того, что гидроблоку изношен клапан соленоидного давления. Неправильная регулировка изношенного клапана дает плюс неправильное здесь, потому что здесь износ, и все это в куче. А как же тогда все это регулируется? Вот так. Это ваши 120 тысяч грязного масла. Стерильная должна быть чистота, если хотите, чтобы все это работало четко. Стерильная, стерильная чистота масла. И вот тогда это будет изнашиваться, но медленно. А у нас, получается, наслаиваются износы в клапанах, добавляются к износам алюминиевого тела, к износам следующих клапанов, к износам еще и на выходе резиновых уплотнений. Что же к нам достается после всех этих манипуляций давления? Достается фрикционному пакету. Теперь вы понимаете, что достается фрикционному пакету. И, конечно же, когда начинают наваливаться вот эти цепочки износов, то к фрикционному пакету в итоге приходит неправильное давление, не совсем правильное. Понятно, что здесь небольшие износы, они измеряются микронами, но по чуть-чуть здесь, здесь, еще дальше соленоидное давление тоже неправильное, которое здесь будет неправильно регулироваться. И вот там по чуть-чуть набегает, и это все превращается в пинки в коробке передач. Вот так вот правда жизни какова. А вы мне будете рассказывать, менять масло на 60 тысячах или можно на 90, потому что сервис сказал, что вообще масло менять не надо. Это не призыв к замене масла, просто чтобы вы понимали, насколько тонкие вещи в гидроблоке, насколько они, это прецизионные элементы, прецизионные. И вот, когда вы вот это все поймете, вот тогда ответ на вопрос, почему пинается коробка, потому что фрикционы изношены, станет для вас таким же смешным, я извиняюсь, как для меня. Оно изношено, потому что вот отсюда постепенно все, приходит постепенно все неправильнее и неправильнее. И пока оно дошло, оно стало совсем неправильным. Что с этим делать? Может быть, многие из вас знают, и вот тут-то вы понимаете, про что идет речь. А как вот это все побороть? Ну ладно, с регулятором давления мы как бы решим вопрос, мы его просто заменим. А что вот с этим-то делать? Вот основной момент, это только дополнительный. Есть обычно основной способ ремонта вот этого узла. Он похож на принцип работы установки ремонтных поршней. Нужно чуть-чуть увеличить канал, обычно это делается разверткой, разворачивается канал на вот минимальное значение, ну там, не знаю, там полдесятки. И ставится другой ремонтный клапан, чуть-чуть большего размера. Понятное дело, это всегда будет все равно хуже, чем завод, потому что завод делает вот прецизионную точность. Прецизионную точность изготавливает канал, и когда устанавливается клапан, то здесь практически вот минимальные зазоры действительно определяются микронами. Это как плунжерная пара. Кто знает и понимает, какой зазор в плунжерной паре, вот это примерно то же самое. Плавное скольжение, но при этом минимальные утечки. Но дело в том, что не для всех, не все клапана доступны для ремонта. В этом-то и проблема. Нельзя просто взять из кармана, чик, и достать каждый клапан, который будет изношен в гидроблоке. Нельзя, их просто нет. А те, которые есть, да, продаются, изготавливаются отдельно специальными компаниями, которые на этом специализируются. И, может быть, в их производственной программе есть ремонтные клапаны. Обычно это комплект из развертки, вы понимаете, и ремонтного клапана. Для старых коробок этого просто нет. Именно поэтому, когда вы звоните, вы владелец старой пожилой коробки передач. У вас вот это точно есть. Точно. Что с этим сделать? Ничего. Ответ. Ничего. Нет уже ни разверток, ни ремонтных клапанов. Искать, ну, может быть, бэушный гидроблок, бэушную плиту, менее изношенную, чем ваша. Вот такая вот наступает морока. Поэтому берегите свои коробки. Ну что, вот так кружок «Очумелый художник» сегодня помог, я надеюсь, вам ответить на вопрос, что такое износ гидроблока, что одно из важнейших, какая одна из важнейших причин, которые влияют на появление пинков в коробке передач. Только попробуйте теперь сказать «это суленоиды» или «это фрикцион изношенные». И теперь вы понимаете, кто виноват и что делать. И если еще не меняли масло в коробке, обратите вот на это внимание. А я с этими на этой торжественной, печальной для многих ноте, потому что многие из вас уже, я сил вижу вот там на задних рядах, погрустнели со словами «А я сто тысяч не менял, а мне сказали, менять не надо, а что же мне теперь делать?» Что вам делать? Подписаться на этот канал, если еще не подписались, поставить лайк, написать комментарий, благодаря этому цитируемость увеличится, выдача в ютубе увеличится, и еще больше зрителей увидят и поймут правду жизни, ну кто, конечно, разбирается, но «Кружок очумелый художник» всегда вам поможет. На этой счастливой ноте для многих и несчастливой для многих разрешите закончить. Не отключайтесь, подписывайтесь, и дальше будет только интереснее, потому что обязательно продолжу про износ гидроблока обязательно. С вами был Александр, всем счастливо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!